2021 год. Мир продолжает жить в условиях ограничений пандемии. Роль средств массовой информации возрастает. Именно они создают целостную картину того, что происходит в регионе. Наш инструмент – слово. Работа – наш образ жизни. Мы – журналисты. Говорим и показываем. Ежедневно. Для жителей Алтайского края. Алтайский край становится центром притяжения, своеобразным брендом. Здесь происходят такие важные события, как второй этап Кубка мира по гребле, авторали – шелковый путь. А мы, журналисты, имеем возможность это все освещать. Коллеги со всего мира приезжают на такое событие, и это здорово. Репортажи еще больше выходят из разных уголков региона, становятся информативнее и ярче. Задача журналистов – рассказывать позитивно и доступно о сложном. О сельском хозяйстве, промышленности, экономике, политике. Самое главное для журналиста – не только найти интересную тему, но и интересного собеседника. И тогда материал заиграет яркими красками и будет интересен читателям. Даже несмотря на то, что ты будешь писать. О сельском хозяйстве, здравоохранении, науке или спорте. Главное для читателя – это реальные истории, реальных людей. Цифровая эпоха общения перетекает в социальные сети. Именно здесь граждане рассказывают о своих проблемах и обращаются за помощью. Задача власти – оперативно реагировать на запросы общества. На помощь приходят сотрудники Центра управления регионом. Уже второй год эта структура отслеживает повестку в интернет-пространстве. Делая все, чтобы гражданин получил ответ на свой вопрос максимально оперативно. В отличие от многих средств массовой информации, печатных, электронных, существующих в Алтайском крае уже много-много лет, ЦУР Алтайского края появился совсем недавно на информационной арене. И нам, конечно, свой авторитет, в отличие от тех коллег, которых я назвал, нам еще предстоит заслуживать. Но я надеюсь, что уже сейчас мы стали верным помощником и средств массовой информации, и работников соцсетей, и власти, и всем жителям Алтайского края, которые обращаются к нам напрямую или опосредственно в социальных сетях. Мы живем в интересное время, мы видим, как меняется информационное поле, в котором мы работаем, как набирают все большую силу сообщения в соцсетях. А поэтому профессиональные журналисты, наши коллеги стараются использовать этот материал в своей работе. В этом нам очень хорошо помогает Центр управления регионом, ЦУР. Структура молодая, но уже эффективно о себе заявившая. Мало того, что она помогает нам, проводя семинары для районщиков, именно касающиеся работы с соцсетями, нюансом. Во-вторых, наши коллеги, они постараются нам в оперативном режиме помогать в тех моментах, когда нам требуются срочные комментарии. Власть становится ближе к жителям региона. В 2021 году пресс-служба правительства Алтайского края провела 54 онлайн-конференции для журналистов. Такой формат позволяет оперативно получать ответы на самые волнующие вопросы. Впервые прошла прямая линия с губернатором региона Виктором Томенко. Ее транслировали три телеканала и одна радиостанция. Жители края могли в онлайн-режиме, в прямом эфире задать губернатору вопрос, получить ответ. Это была новинка. Я думаю, что мы ее закрепим и будем применять. Ну а в будущем году будем придумывать и что-нибудь новое. Мир очень быстро меняется. Очень быстро меняются средства массовой информации. И поэтому всем тем, кто работает со СМИ, тоже приходится меняться, искать новые форматы, что-то новое придумывать. Узнать о том, что происходит в регионе, позволяют новые технологии. Зрительный зал театра вмещает 500 мест. Десятки тысяч человек могут увидеть происходящее на сцене благодаря прямой трансляции. Этот инструмент все чаще использовался на краевом телевидении. Самые значимые трансляции телеканала «Катунь-24» – рождественское и пасхальное богослужение, открытие театра «Кукол-сказка», столетие юбилея театра драмы, спортивные события. Их жители региона наблюдали на своих экранах. В этом году в Алтайском крае впервые проходила виртуальная ярмарка вакансий. И самое удивительное из этого то, что любой человек, который был заинтересован в поиске той или иной профессии, мог дома с телефона либо с компьютера зайти и посмотреть, и поучаствовать в этой самой ярмарке. Что из этого всего самое главное? Что количество зрителей, спектаклей, либо каких-то театральных постановок, либо каких-то масштабных серьезных проектов, как виртуальная ярмарка вакансий, позволяет увеличить количество людей, которые принимали в этом участие, были в этом заинтересованы. Сегодня в арсенале телекомпаний передовые оборудования и ежедневно выходят десятки информационных и тематических программ. Но давайте вспомним, как все начиналось. 65 лет назад вышел первый выпуск региональных новостей. Лишь немногочисленные обладатели телеприемников могли услышать голос диктора. Это значимое событие для всех тележурналистов Алтайского края. В 1963 году начало вещание первая новостная студия. Сегодня в структуру краевого телевидения входит ГТРК «Алтай». Журналисты компании – правоприемники той первой студии. Они работают на федеральном телеканале, который сохраняет окна региональных новостей. Мы, скажем так, передаем итог той работы, которую проделывают десятки людей. Ведь всем кажется, что сюжет или выпуск новостей – это то, что сделал корреспондент и то, что прочитал телеведущий. Но на самом деле это работа оператора, это работа водителя, который привез человека на съемку, это работа монтажера, который собрал сюжет, и даже сам выпуск. Это работа десятка человек. Как в сельском хозяйстве обычно хвалят того, кто собрал урожай, но забывают о тех, кто вспахал поле, засеял его, ухаживал за всходами. Печатное слово остается авторитетным для жителей сельской местности, где проживает почти половина населения Алтайского края. Районным газетам доверяют, к ним прислушиваются. И, пожалуй, в селах они самые значимые средства массовой информации. Если мы, конечно, находимся в некотором смысле в плену географии, но проблемы, о которых мы пишем, они ближе людям. Нам могут задать вопрос на автобусной остановке, в магазине, то есть нас знают люди в лицо. И вот эта близость читателя и газеты создает определенную атмосферу личного общения, и поэтому, если районка будет интересной, она будет востребована. Газеты еще, они как-нибудь со временем изживут себя. Но, опять же, это пока начнется с центральных, я думаю, регионов больше, чем с таких глубинок, как у нас. Жители отсюда черпают информацию непосредственно, даже не только новости, статьи. Очень большей популярностью пользуется рубрика тех же рекламных объявлений, тоже поздравления, как бы это ни звучало анахронизмом, что поздравить через газету или прочитать, кто родился, кто умер. В тяжелые пандемийные годы, 19-20-е, ни одна газета не закрылась. Даже многие редакции работали из дома, но газета выходила. Плюс они развивают свои сайты, независимые сайты, которые становятся лицом районной газеты, неузнаваемые. Они также читаются, они популярны. В следующем году мы собираемся развивать в районных СМИ социальные сети. Что самое значимое происходит в регионе сейчас? Один из инструментов — рассказать об этом. Пригласить на место событий сразу несколько СМИ. Такая форма работы, как пресс-тур, перенесла телезрителей, радиослушателей и читателей на раскопки в Денисовой пещере. Позволила увидеть древний курган возле Черышского озера, наблюдать в реальном времени за строительством новых мостов в Тогульском и Кытмановском районах, стать первыми свидетелями новых рекордов алтайских аграриев. Более 25 пресс-туров организовало Краевое управление печати и массовых коммуникаций в 2021 году. В наступившем новом году желаю вам выполнять свою журналистскую миссию, уйти от этой массовой разобщенности, от омарности, которая есть в нашем обществе, нести добро, рассказывать о науке, нести любовь и сделать этот мир прекрасным. Алтайские СМИ расширяют аудиторию, стараются стать полезными каждому жителю алтайского края. Мы – журналисты. Мы доносим достоверную информацию до каждого, делаем ее доступной и интересной. 13 января. День российской печати. Праздник журналистов Алтая. Продолжение следует... Продолжение следует...